Всем тихой ночи! И снова я посчитал, какие явления из мира SCP вы упоминаете в комментариях чаще, и узнал, что пора бы подробнее обсудить такую штуку из мира SCP как Комитет по Этике. Одним прекрасным днём агенты SCP изъяли у некой фармацевтической компании подопытную крысу. Дело в том, что животное обладало человеческим интеллектом, а также возрождалось после смерти, так что оно быстро переехало в камеру SCP-1-66. Довольно быстро учёные SCP сообразили, что у них на руках неплохой подопытный для самых разных экспериментов. Однако, так как существо разумно и в отличие от класса D не совершало преступлений, стал вопрос, насколько этично его использовать. И тут оказывается, что при зоне 23, где всё это происходило, есть Комитет по Этике, который занялся обсуждением этого вопроса. Выходит, Комитет по Этике – это небольшой отдел при зоне 23, однако из других объектов мы узнаём, что всё куда масштабнее. Однажды фонд SCP приобрёл артефакт, известный теперь как SCP-1427 – колонна подавления, которая делала людей вокруг безвольными, внушаемыми и неспособными помнить даже недавние события. Этот объект был в итоге установлен в Северной Корее, что привело к установлению в этой стране диктаторского режима. Таким поворотом событий оказался крайне недоволен Комитет по Этике, представители которого теперь уже есть в каждом учреждении фонда SCP. В результате этот Комитет решил, что объект должен быть уничтожен. Фонд SCP прислушался к этому решению и начал искать способы разрушить злосчастную колонну. Со временем влияние Комитета по Этике только росло, и он начал регулировать жизнь фонда. К примеру, в 96-м Комитет раздал всем руководящим сотрудникам SCP руководство по этичному содержанию класса D, где сотрудникам этого класса были предоставлены относительно сносные условия, а сам D-класс был разделен на 4 подкласса. Первый подкласс представляет собой ценного сотрудника класса D, который может рассчитывать на хорошие условия. Второй – это полезные люди из класса D. Третий – обычные. Четвертый – опасные и даже вредные. Вот уж они идут в расход. Также Комитет по Этике описал несколько приемлемых процедур пополнения рядов сотрудников класса D. Так что теперь фонд, кроме обычного набора людей из тюрем, может вербовать бездомных и нищих. Довольно интересная практика с этической точки зрения, конечно. В дальнейшем Комитет по Этике будет достаточно часто решать, кто должен попасть в класс D, а кто нет. Также Комитет все чаще решает судьбу тех или иных человекоподобных аномалий, утверждая или запрещая те или иные эксперименты. А начиная с SCP-2140, эта часть фонда уже решает, что можно делать, а что нет для содержания того или иного объекта. Отдел организации, практически не попадавшийся где-то до середины 2000-х объектов, вдруг набрал довольно весомую силу внутри фонда SCP, а большая часть сотрудников этого даже и не заметила. Презрительно называя Этиков штамповщиками. В том смысле, что это просто какие-то люди, к которым надо сходить поставить штамп для продолжения каких-то своих дел. Но кто же это вообще? Судя по нескольким объектам и рассказам, довольно долго фонд обсуждал этические вопросы на заседаниях Совета О5, и какого-то отдельного органа для этого не существовало. То есть Комитетом поначалу фактически были сами О5, когда обсуждали подобные вопросы. Можно найти информацию о том, что еще во время основания фонда одним из членов Совета О5 был создан департамент морали, который до какого-то момента, большая часть истории фонда, существовал довольно незаметно. В 1976 году в ходе исследования SCP-5549 фонд запустил проект «Лондонский мост», результатом которого стало создание враждебного скульптора реальности, что само по себе большая проблема. Чтобы не допустить будущим таких проблем администратор SCP приказал организовать Комитет по этике, собранный им лично из людей, проявивших особо выдающиеся морально-этические качества. В объекте SCP-847 упоминается, что в 1984 комитет уже регулировал этичность некоторых экспериментов. Например, в этом объекте он запретил использовать подопытных женщин, потому что объект реагирует на них особенно агрессивно. В 1994 году эти ребята уже требовали объяснения от сотрудников SCP по поводу своих действий, а в объекте SCP-2410, где события происходят в 2018, видно, что Комитет уже существует отдельно, и отправляет Совету 5 на голосование различные свои предложения. SCP-2410 – это плюшевый медведь, который в случае, если его порвать, оказывается наполнен настоящими органами, и умирает так, как если бы был живым существом. Комитет был озабочен тем, что множество детей получают психологические травмы, сталкиваясь с объектом, и настаивал на том, что нужно заниматься его содержанием активнее. Что вроде как даже логично, ведь трагически умирающие плюшевые медведи – это определенно не очень нормально. Когда именно Комитет отделился от Совета 5, не совсем понятно. Например, в одном из рассказов, где обсуждается психологическая атмосфера в коллективе фонда, написано, что председателем и главой этой части организации уже является доктор Цемериан, один из тех ученых SCP, который также является автором сайта в реальной жизни. В SCP-2921 уже написано, что Комитет проводит в СУ-5 совместные заседания, то есть уже не просто шлет какие-то свои предложения, а принимает решения по поводу жизни фонда совместно с его непосредственным руководством. В трехтысячных объектах идея этической части фонда получает дальнейшее развитие, заключающееся в том, что Комитет по сути становится отдельной организацией, следящей за этичностью происходящего в фонде извне и направляющей своих инспекторов в случаях, когда фонд SCP делает что-то сомнительное с точки зрения этики. И все эти инспекторы наделены удивительно большими полномочиями. Они имеют доступ к любой информации и могут менять условия содержания объектов и проводимые эксперименты. Позже при каждом учреждении фонда появляется представитель Комитета, который имеет доступ ко всему, что в этом учреждении происходит. При этом даже директора этих учреждений могут не знать, чем этот представитель занимается. И организация это следит не только за тем, что делают в SCP, но и аномальные объекты. И для наблюдения за объектами Комитет набирает свои ряды психиатров, причем не простых, а тех, что сделал что-то весьма нехорошее. Такие люди получают довольно необычный вариант для искупления своей вины. Комитет вербует их и направляет следить за психологическим состоянием опасных аномальных существ. Так что методы у самого Комитета местами довольно мрачные. В какой-то момент у него даже появляются свои объекты. SCP-3133, например. Этот объект это собака, вокруг которой в определенном радиусе положение диантологической этики. Начинают работать так же неотвратимо, как и законы физики. То есть, проще говоря, в зоне действия аномалии можно поступать исключительно согласно понятиям того, что хорошо или плохо, вне зависимости от последствий. То есть, если область действия аномалии расширится, например, на учреждение фонда, организация не сможет поступать плохо для содержания объектов, и, вероятно, вообще продолжает свою работу. При этом, чтобы зона действия не расширилась, собаке нужно причинять боль, что само по себе плохо. Налицо этическое противоречие, и Комитет не дает зоне действия объекта разрасти слишком сильно, используя свою черную магию философии и этики. В SCP-3320 ученый фонда уже просит разрешение у Комитета на нейтрализацию аномалии, а тот ему еще и отказывает. То есть, Комитет уже открыто берет на себя решение внутренних вопросов Фонда. Причем, в этом же объекте Совет У5 оказывается обеспокоен таким поворотом дел, и, кажется, возвращает себе власть. В дальнейших объектах У5 и Комитет проводят совместные заседания. Впрочем, уже из объекта SCP-3666 мы узнаем, что в 2035-м эта организация будет обвинена в коррупции и измене, и всех ее участников казнят. После этого события Комитет соберут снова, но уже как еще один департамент фонда, ничем особенным не отличающийся от десятков других. Взаимоотношения фонда и Комитета по этике, не считая даже банальную борьбу за власть, всегда остаются сложными. Фонд SCP имеет свои задачи, и часто идет к их достижению, невзирая на этичность происходящего. Из-за чего часто творят ужасные вещи. Комитет же настаивает на соблюдении моральных норм, не всегда даже считаясь с последствиями их соблюдения. В общем, у нас тут классическая троллейбусная дилемма. И еще вопрос, кто решает ее лучше. Ведь в SCP-4266 показано, что решение Комитета фактически приводит к вымиранию людей на Земле в конце 21 века. Роль Комитета внутри фонда тоже вопрос довольно неоднозначный. Где-то написано, что это незначительный департамент, который ставит свое одобрение на все подряд. Где-то это чуть ли не организация, стоящая над фондом SCP, и тайно управляющая всеми процессами аномального мира. При этом примечательно, что отношение к Комитету заметно меняется в зависимости от того, какой тысяче принадлежит объект. Как будто бы спор о его роли идет и среди авторов SCP. Я тут в видео, конечно же, постарался построить некий единый таймлайн Комитета. Но это один из тех случаев, когда однозначного ответа на вопрос на сайте SCP не найти. И вы, возможно, даже встречали какой-нибудь рассказ, который вообще отменяет все, что я тут наговорил. Вот я сказал, что Комитет по этике был основан администратором в 76 году. Однако в объекте SCP-5865 написано, что в 76 комитет уже был. А в SCP-686 написано, что такой комитет был создан в 1910. Тогда, когда во многих временных линиях даже не было самого фонда SCP. И что с этим делать? Хотя, как обычно, можно сказать, что в разных мирах мультивселенной роли этического комитета разные. И все же, благодаря очень популярному в сообществе рассказу, инструктаж Комитета по этике, наиболее каноничным остается образ теневых кукловодов внутри фонда SCP, которые следят за моральным обликом организации и не дают ей скатиться в откровенное людоедство. При этом, как написано в настольной книге сотрудника SCP, представитель Комитета находится в каждой зоне. Не для того, чтобы мешать работе, а чтобы эта работа служила главной целью фонда. А безопасность удержать сохранить. Да, Комитет удобен для Совета О5, ведь на него можно спихнуть любой сложный моральный вопрос. И в случае чего будет виноват именно Комитет. Так или иначе, оставляйте комментарии с упоминанием тем из мира SCP, которые мы еще не обсуждали. За что будет больше голосов, на то мы и посмотрим в одном из следующих видео. Всем пока!